Сейчас подожди Так вы не спите? Что-то не знаешь, когда мы встаём, что ли? Ну, когда встаёшь Ну я в 2.30 сегодня, в 2.30 ночью встал А лёг? Ну как лёг? Все всталют у нас в 4.40 В 4.40 всталём Доброе утро Маленько отодвинься, один нос видать только Что-то опустилось в фотографию А зато ты видишь вон мою комнату, где я сплю Да мне она не нужна комната Я вижу твои лежанки, где ты спишь Ну ладно, ты давай отодвинься, чтобы У меня есть вопросы Одни очки торчат Встань голову, подними выше, ты что, не видишь как? Зачем? Зачем она тебе не видит? Нет, ну я же разговариваю, это не с очками, а с тобой Подними выше Ну совсем голо-то Ты разве не видишь сам себя? Нет, смотри, у меня камера вверху А я смотрю на тебя внизу У меня камера не как у тебя Ну ты можешь под полом сидеть и говорить У меня камера как... Тебя не видно, в один ответ всё, поднимись Вот так Вот так и сделай Ну опять ушёл Нос, дырки носа видно Всё тут нос Вот так Неблицый нос Вот так вот О Вот хорошо сейчас Ну-ка, Игнатий, у меня к тебе вопрос Я вижу, ты трудишься, выкладываешь каждый раз видео туда-сюда Порядок навёл там в этой... в Потеряевке У меня вопрос такой Значит, много старобрядцев переехало на Дальний Восток Из Бразилии, из Боливии Там ещё откуда-то Я не всё знаю У меня вопрос такой Ты ни разу не посещал Единоверцев Там... вот на Восток туда Так они к нам приезжали в Потеряевку Серьёзно? Ну ты опять упал, что тебя один нос видать-то Даже губ не видать Ну подними голову-то Игнатий Тихонович, а что я не видел видео? Да не было, меня не было Меня не было В это время без меня приезжали Ну как ты чё? Это же... Это же... Такое... Нельзя же упускать Какое? Какое? Ты... Смотри, люди Опять пошёл ты вниз Сохранили язык Сохранили веру Будучи в изгрании В Китае, в Бразилии Везде И они вернулись и сохранили И ты не имеешь ревности с ними встретиться На тебя это не похоже Ну ты обожди сначала Ты сам себя говоришь и любуешься Ты сначала спроси, знаю или нет У вас чисто сектантский подход Вот такой маленький Два дня назад Ты не переб... Не судимы будете Ты пришёл поговорить Или только поругаться? Тогда переходим сразу к оскорблениям Делок не удался Ну чё ты молчать не умеешь-то? Баптист Слушай внимательно Ну ты меня оскорбляешь Слушай внимательно Не оскорбляй Оскорблённого нельзя оскорбить Он делается выдержание Так, слушаю Ты говоришь, они сохранили веру Да Я спрашиваю, а какую веру? Они не имеют священства Раскольники Они приехали в Потеряевку У нас есть старообрядцы Потеряевки Мы-то не к старообрядцам относимся А к русско-православной Зарубежной церкви И с ними начали говорить Им Библия вообще не нужна Евангелие не знают На благовестие ни одного человека За 300 лет не было А ты вот они должны Мы, кто другое Ты ещё не знаешь Сидишь на месте-то А это наше Подожди, не перерывай Нельзя Написано невежно Кто-то говорит, не выслушав Ко мне пришёл, задал вопрос Я не успел ответить И ты опять лезешь Чё ты такой невежа-то? Ну хорошо, слушаю Чтобы у них нет священства Закончил Да не надо говорить Чем закончил Я же не потерял Я тебя жду Когда ты утишишься Маленький Чё ты копушишься-то? Ну вот Мы-то родились В старообрядческой семье Беспоповцев Кержаки называли Нас обзывали даже так А они из этих как раз Там беспоповцы Поморцы бывают Они приехали С нашими старообрядцами Которые там есть В Потеряевке А они, которые в Потеряевске Им запретили даже В храм к нам заходить Потому что Ну мы-то православные Признаём Патриархию И всё Они никого не признают И у них одна проповедь Ты еретик Переходи к нам Всё, больше ничего нету И они стали разговаривать С старообрядцами С теми, которые приехали Они о нас услышали С Дальнего Востока Приехали Решили посмотреть Сколько человек Ему говорят Вот такое А он сразу спорит А не знает ничего Ну о чём говорит А у нас два перста Они показывают И у нас два перста А у нас книги старые Они говорят У нас книги старые А вот мы сохранили Как старые Мы, говорит, всё сохранили Но у нас священство Мы его, говорит, обрели А вы не обрели А без священства Нет таинства Нет литургии Нет причастия Нет крещения настоящего Вы обманываете людей Да, вы учения знаете Всё, а ничего нет этого Он разговаривать не стал Он уехал и всё Он говорит Ну давай побеседуем У нас здесь Белокреницкая иерархия Старообрядцы Вот здесь есть епископ Силуян Митрополития Скорнилия в Москве У вас никого У вас священника нету Вы уехали Рукополагать некому Никак там сектанты Они Рукополагают Любой хлеб ломают Ешь Я-то это хорошо знаю Как в Венсполсе было Печенье в магазине Купят, раздают И они уехали Так что Упрёк никуда Вот я говорю У нас бывает так Встречаемся с кем-то Ну сектанты Там баптист или кто-то И он два дня Как верующий И он сразу А знаешь ты Что Христос умер Он даже Ему не надо знать Знаю я это Или не знаю Что уже тысячи людей Через меня Пришли к истине Он не Ему не надо это Ему надо высказаться Ну пойди туда Мусульманам Или где-то Выскажись Ну хотя спроси Что я знаю Не знаю Если я поднимаю руку Говорю я не знаю Заблудился тут в дороге Как путешествие Пилигрима А они нет Это все сектанты Ты сначала Ты сначала Выслушай Ты сначала Сказал бы А вы знаете А они чем От вас отличаются А вам не приходилось Встречаться Вот эти вопросы Они предваряли бы То что ты дальше Начал говорить А ты сразу Врубился Невежды Вы таких людей Не знаете Так нельзя делать Это говорит о том Что ты не работник Как подойти к человеку Ян Затаус Ян Затаус Говорит Чтобы обратить Человека к истине Нужны тысячи талантов Не один Тысячи А чтобы крестить его Или к себе притянуть Не надо ни одного Достаточно Чтобы быть рукоположенным Тысячи И ни одного Так вот у них Ни одного таланта То нету Я что хотел сказать Это же у них Вот для вас Для вас Я же вашу группу смотрю В интернете видно Так много очень здравого Я не буду говорить Что все правильно Очень много здравого Вы А там Вот ты правильно сказал Там непаханное поле Там надо трудиться И они бы все бы Пришли бы к единому Вы же одни и те же Они бы пришли Игнать Вот перестань Перестань Пустословить Ты их не знаешь Их упорство Они слушать даже не будут Они в дверь не пустят Ни один человек Разговаривать не будет Он отплевывается Ему не надо У него истина А Евангелия нету О них можно только молиться Вот мы поехали В соседнее село Шарщино Мы ехали через Урывку А это старообрядческое Бывшее село Сейчас там Какие попало И она идет Впереди женщина Я машину Приостановил Я сейчас с Евангелем Ее догоню И говорю Мы едем Оттуда к вам А потом я по этому селу Мы пройдем Все до одного дома Пройдем И начали раздавать Евангелие Ни в одном доме Евангелия нету Женщина идет Я говорю Мы к вам едем сейчас И у нас Евангелие Я кержачка И пошла дальше И тогда мы еще подъехали Опять Я говорю Мы Евангелие отдаем А зачем нам Евангелие Я же сказала Я кержачка Мне ничего не надо Шагает дальше И вот в доме Мама умирала Сказала Иконы Нельзя вешать Или на бумаге нарисованной Нельзя Только на железе На дереве И икона должна на окне стоять Все Дочка Ты держи нашу веру Вер много 77 А Бог один Это у них поговорка Все Мы правильные И с ними беседовать Надо очень и очень легко Когда знают Евангелие А вот и не знают Теперь Я должен знать их книги Вот я с ними собираюсь И начинаем говорить Скажите Какие у вас книги Они достают Считаем Вы все признаете Ну да Дальше написано Красным киноварью Иерей глаголит Двоеточие А кто такой Иерей Все молчат А у них называется Наставник Не священник Не пресвитер Наставник Ну это должен быть Священник А Христос установил Церковь До его пришествия будет Все говорят Род будет До его пришествия Да А где у вас Иерей Вот мы начинаем Медленно по их книгам Потому что Евангелие Библию Они не признают Это не коньяни Почему их гнали У них самосожжение было По тысяче людей У них это внутри все Вот у нас Комсомольская правда Есть газета В России И там по природным Таким ресурсам По встрече с людьми Песков был Песков Вот И он с ними встречается Вот когда на базе Открыли Лыковых Лыковых-то Я ему говорю А вот вы как Относитесь К войне Как Так война была Он не знает даже Он говорит Да Ерманец Не Ерманец Ерманец Опять попер Это Петру проклятие Он говорит о Никоне Который 350 лет назад Жил Так говорит Как будто бы Он живет за стенкой Ему Понимаешь Вот он заходит Сразу смотрит У нас распятие Такое же Бронзовое А их Этих толков Разных Более 50 Которые друг друга Не признают Все старообрядцы Все беспоповцы Больше 50 Одни голбежники Молиться можно Только в погребе Другие называются Дырники Чтобы обязательно Была дырка Прорезана Как для вентилятора Только перед ней Ты-то ничего не знаешь А я должен Все 50 знать Вот я пришел к нему Кто он Я в несколько минут Должен определить Не спрашивая Определите К какому толку Он относится Толк называется Ага Значит Если на изображено Голубь Над крестом Он примет А другой зайдет Который рядом Живет Соробрядц Он увидел Так у вас Голубь тут Нет Он разговаривать Уже не будет Он разворачивает Дверью хлопнул И все Заперся Вы не знаете Мне легче Работать с любым Сектантом У него Библия в руках Вот он приехал Приехали сюда В наш дом Баптисты Услышали Вот столько-то Мы в Англии Встречали Где только мы Не встречались с ними Я говорю А вот так написано Вы это читали Евангелие от Матфея 16-18 Он открывает сразу У него синодальный перевод С ним легко беседовать Они Бога любят Баптисты Они добрые семьянины Работники Почва-то хорошая Я говорю Вы это читали Да вы верите Ну как не верить Это Слово Божие Все Писание Бога Духновенно Писали Святые Божьи Человеки Будучи движимым Духом Все Объясните мне Это Христос говорит Создам церковь мою И врата Ада не одолеют ее Вы верите В это? Конечно Я говорю Ну давайте дальше Он ее Говорит Создам То есть в будущем Когда он ее создал В семнадцатом столетии Или в первом Да нет Сразу создал Я говорю А где? Ну в Сионской горнице Дух Святой сошел И все Ну да Я говорю Нет Это половина Вторая половина Десятая глава Язычникам Дом Корнилия Петра тому прикали Он доказал Их Бог принял И вот теперь церковь едина Нет ни язычника Ни елена Это Ни иудея Ни елена Согласны? Да согласны Откуда вы Баптисты взялись? Говорит Наша церковь Чего она церковь-то? Она не похожа Молитвы другие Алтаря нету Где вы образовались? Ну Это Джон Смит В 1609 году Залез он в воду И сам себя крестил Ты даже Ну должен сказать Баптистов другого начала не было А в 1639 В Роджерсе Первая община была В 18-м человек что ли было Так Так Скажите В 15-м веке Кто верил так как вы? Не один В 14-м В 13-м Ни одного баптиста не было И такого учения не было Вы новое создали образование Которое назвали церковью А это Обман на людей Согласен? Ну Получается так А как передавалась власть? Духом святым Где это написано? Деяние апостола Восьмая глава Я подробно ему рассказываю Сидят они Баптисты 450 человек Все до одного согласны Почему? Они любят Слово Божие И тогда пресс-фитер Сказал Говорит Мы сегодня Все готовы Принять православие Готовы Потому что Мы не церковь Я выступал Перед огромными Собраниями Это тысячи людей На стадионах Вот А со старобрядцем Я никак не могу Я должен медленно Медленно вести его По их книгам По их Которым он доверяется Но ему расшифровать И показать Что он и их-то не признает Вот как У них праздники У них повально пьяные У них пьянцев Это нормальное явление Ложь Ложь Им вино можно А то, которое горит Нельзя А вино можно Можно Водку пьют Водку хлещут Как угодно Кролика есть нельзя Голубя нельзя А свинью можно Почему? А Христа напоили Свиной желчью А где написано Свиною? Он не знает Ну то есть Все Игнатий Вот что их 50 разных Конечно же Я этого не знал Я думал Ну старобрядцы Ну пусть три направления Какие-то маленько Есть которые строгие Которые вообще Не признают Ни прогресс Только на лошадях Я таких знаю людей У нас амиши такие Игнатий Да я знаю амиши Я с ними был в Америке Вот Слушай А есть Которые вот Вот старобрядцы Тоже есть такие Которые не признают Прогресс никакой На лошади роблют И больше ничего Ну Вроде и хорошо Не любят сниматься Не фотографироваться Ничего не любят Ну строго Но правильно ты сказал Они истину это не знают Правильной Вот я говорю Где поле-то Не пахано Игнатий Паши Не сиди дома-то Ты-то близко к ним Нет Ты же держак Ты же держак Они не признают Я с ними работал Вот подпольные христиане Подпольные Назывались Они православные Но у них Они придерживаются Патриарха Тихона При советской власти При Дзержинском При Ленине он был Считается Что его отравили А они так и держались А эти Которые приняли Сергиевскую декларацию В 27-м году Они узнавали Где эти молятся Они подпольные были Они предавали властям Они все по тюрьмам были Вот мы отсюда Сейчас начинаем говорить Такие сохранились Сегодня Сохранились И вот одна из них Приехала в Алтайский край Бакланова Антонина Георгиевна У нее детей отняли Муж там все Мы стали беседовать Ей Бог открыл Сразу А их узнали В Тамбове Заволновались Прислали еще двоих Они доехали Не возвращаются Как при Воцарении Иуя К нему навстречу Дошел Не возвращается Вестник Тогда они дальше Их 32 человека Пришло Все обратились Все А теперь Они в школу Не пускали Дети Дети идут в школу То есть там сидят Это уже послабление Вот Амиши В школу не пускают Нет Я тебе говорю Как у меня было здесь Они пришли в церковь Христову Православную У них там монашество Здесь Теперь мне надо ехать С ними к архиерею Которые приняли Монашество Его надо здесь Утвердить в церкви Поехали туда Прекрасные люди А они получили Паспорта Вышли на работу А до этого Они не трудовых Ничего не признавали И только жили В какой страны В какой страны В какой страны Тамбовские Наши российские А ты говоришь Ни паспорта Ничего не было У них ничего не было В руках Они не принимали Они пожгли документы Сожгли И 32 человека Пришли в моем доме Но вот здесь Интерес власти И церкви Сошелся И они за это уцепились Из КГБ Ко мне приезжают На работу Беденко Александр Семенович И говорит Вот В Красноярском крае Много таких Вот сейчас бы они мне сказали Там много А вот если бы мы вам Дорогу туда проложили Как-то забросили туда Чтобы вы потрудились Наши же граждане То другое Я говорю А я вам не верю Вы меня дорогой Столкнете В кювет и все Да что Да что вы Я говорю Если мне надо Бог укажет Когда и где Я молюсь Да они-то Лукавые были А И вот Понятно Все пришли У них сейчас Новые семьи И Нормально они стали люди А теперь Они имеют священство Ходят в церковь Причащаются И они везде Дали молву Чтобы меня нигде Не принимали У нас начался отток В Барнауле Из баптистов Православный принимает А до этого Мне давали Там где-то В Риге В Москве Где бы я ни был Баптистов говорил слово Из капитры говорил Теперь пишут Они на меня инструкцию Называется Это Булла папская Что нигде Не давать ему слово Мне Не давать Вот и все А почему Почему не давать-то Вы к нам приезжайте Мы вам даем слово К нам приезжай Я тебе дам слово Ты у меня будешь Говорить здесь Ну вот такое дело Я-то это испытал Уже знаю А среди них Там невозможно Никаким образом Не время Надо молиться Мало молились Нужно назначить особый Чтобы люди были Общие Молились именно об этом Мы проехали Ты знаешь От порта находки Владивосток До Лиссабона От океана до океана Посетили 600 городов И сел Крупных Районных Я везде дарил Полный комплект Своих книг 38 книг Так что Людей мы встречали Всяких разных Я знаю Ты говорил А вот мусульмане С мусульманами Как работать Вот нынче у нас приезжал Это из мусульман Человек принял крещение Новое имя Сейчас пишут Там еще есть люди Из мусульман Из евреев Целые семьи Натыкаются на нас У нас так же У нас так же У нас работают Мусульманские страны Тоже группы есть Я не скажу Что большие церкви Там сейчас очень трудно Там мусульмане Они немножко так Оживились сейчас Вот А есть Наша церковь работает И в Казахстане И в Таджикистане И в Узбекистане Которые бывшие Вот Я не скажу Что там наши были В Турции Там я не знаю Ну у евреев Наши группы есть Уже Баптистские группы И даже вот Нашего братства Как бы Ты же знаешь У баптистов же Больших Два братства Регистрированы И нерегистрированы Ты какое отношение Мы Мы как бы Относимся К нерегистрированным Мы с властью Не заигрывали В те времена Когда власть была Ну Остро настроена На христиан Мы не заигрывались С ними Ну а я вот подумал Так я и думал Старообрядцев Ну да Я не заметил Чтобы они Где-то что-то Евангелие Прочитали Или Библию У них какие-то Старославянские книги Они по ним учат Ну вот Чинаш конечно Они знают На Старославянском Ну а так Чтобы какие-то Глубины вдаваться У них Этого нету Они неграмотные люди Игнатий Четыре класса И поехал В поле работать Все Все Четыре класса А Лольф Гитлер Говорил Чтобы умели считать До ста И этого хватит Ну понятно А у тебя-то Семь языков Ты-то Не без грамот Не важно Что там есть Главное Чтобы мы жили В Духе Святом Искали не своего А Божьего Так это золотые слова Это правильные слова Мы эти же слова говорим Ну вот так А я думал У вас какие-то точки Соприкосновения могут быть У нас тут рядом Это у меня Это у меня вода Я иногда пью А почему ты Когда говорим И в это время Это я очень не люблю Вот это смотреть Когда хлюпает Это излишний вес В людях Водянистая Не Вода говорят Сбрасывает вес Ты че Ох-ох-ох Как Вода сбрасывает вес Когда ты нажрешься Колбасы Да потом запьешь Вот тебя сбросит Она тебе вес У вас У всех щеки Шея Глаза Все жирные Понятно Что вы Писаетесь Скромнее Я знаю И посты У вас Построже Все Мы это знаем Игнатий Только знаешь Как Не хвались Чтобы похвала От Господа Была Вот это Мне От меня Мы сейчас О чем говорим О чем говорим Апостол О щеках Апостол Апостол Иуда Говорит Уточняют себя Без страха Это не я говорю Давид говорит Выкатились от жира Глаза их Ну че Че тут говорит Ян Златоуст Говорит Ты что Тебя как какого барана Решили в жертву Принести жиру Или город Готовится к осаде Навешал на себя Килограмм Пятьдесят лишнего Носишь на себя А че теперь Болтать о пище Павел говорит Где они В посте молитвы Где молитва Где пост Павел говорит Смиряю Порабощаю Тело мое Дабы проповедовать Другим Самому не остаться Недостоин Я говорю Как порабощаешь С баптистом Беседуем А что вы порабощать Это храм Божий Я говорю Не храм это А вонючий Череповецкий комбинат У тебя на все свои Есть определения Такие Резкие Ну да Здесь Здесь вот Где мы живем Здесь люди Конечно Пищей Грешат Я прямо скажу Грешат А ты знаешь Что в Америке Подвели подсчет 60 процентов Американцев Кажется Имеют избыточный вес И ожирение Да А что тут говорить Самые здоровые У вас знаете кто Адвентисты Седьмого дня Не Амиши Адвентисты Седьмого дня Еще говорю У них Тренажеры Залы Бабки В 80 лет Вернулись Не вдруг Они стали признавать Троицу Вот удивление Какое вызывает Я с ними Близко знаком Они Христа Знают и любят У нас же был В Барнауле Ушел К Адвентистам Я приходил туда К ним Ты знаешь Игнатий Ильич Вот я был у них там Да И вот у них идет Ну будем говорить Служение Да По ихному Служение идет А вот я же сижу Я же человек И родился Как говорят С молоком матери Да Как это все И родился В семье христианской У нас Вот которые люди Долго вот так вот Ну Как тебе сказать Ну вот как вот Ты Можно сказать Тоже с малых лет верующий Он Мы сразу чувствуем Вот Началось такое служение И я уже чувствую Какой дух там Понимаешь Не приемлет Мое сердце Вот то Что у них там Не приемлет Сразу чувствуется Вот Даже вот у вас У вас совсем Служение другое Полностью Но как-то Мягче оно проходит Потому что как-то Ближе к слову Божию Понимаешь А у них нет Они чего-то Лишены Или Духа Святого Лишены Или же что-то еще Но они лишены Вот именно Ты говоришь Адвентисты Седьмого дня Я другое скажу Самое ревностное Это свидетели Иегова От дома к дому И самая Быстро растущая Секта Да Распят был Распят был вот так На кресте И другие Есть доказательства Что вот именно Распят Да и даже Не главное Как Они даже Его не так Сильно Признают И вот эти Иеговисты Свидетели Они говорят Это Архангел Михаил Да Они и так Его не признают Как надо И тоже Уже у них Своя Библия Игнать Тихонович Своя Библия Они Вот Мы с тобой Вот с ним Разговариваешь Да Вот он меня Слушает Что я говорю А у него Уже свое Записано в голове У него В голове Записано свое И он уже Свое мне опять Диктует Я говорю Да ты открой Вот она Библия Которая давнишняя Чего бы Понаписали Новый А он пришел С этим Знаешь Электронная Такая У него Там есть И такой Перевод И вот Такой Перевод И третий И греческий И там Ну всякие Переводы Чуть ли не С украинского Еще мне Не принес Вот Ну не один Они приходили Женщины Там Эти Раздавали Трактаты Жена моя Была Она не Она не Открыла Им Она Не открыла А я Выхожу С ними Я сразу Начинаю Я говорю Вот Джонс У вас Были Ваши Предводители Они вас Сколько раз Обманули Что Христос Придет А его Нет А они Пророки Лжи Пророки А вы Им поклонялись А они Лжи Пророки Говорит Вот Там Я сейчас Не помню У меня Есть Записано По годам Если смотреть Да вот Брошюрочка Я даже Могу Открыть И значит Вот В таком Году Христос У тебя Комната Скромненько Там Скромные Лежанки А у них Офис Знаешь Заходишь Залы Там Такие Не то Что у нас Церкви Не только Три Зала А у меня Городок Здесь Знаешь Где я живу Наверное Тысяч Пятьдесят Людей Небольшой Пятьдесят Тысяч Это небольшой Городок Вот Ни трамваев Ни троллейбусов Просто автобус Ходит Там Два Три Автобуса А так Все На машинах Ездят Так Вот Они Шикар Я Специально Узнал Адрес Поехал Где они Живут Посмотрел Церковь Но Она Не церковь Это зал Вот Какая там церковь Они не признают Христа Как надо Не признают Вот Но ты правильно Говоришь А знаешь Почему Растущая Быстрая Игнатий Это все Делают Деньги Все Это все Делают Большие Деньги На это Отпускается Что они ходят Из дома В дом На это Отпускаются Большие деньги Вот я сейчас Тебе буду платить И ты будешь Ходить И там Из дома В дом Вот оплачу тебе Сейчас билет На восток И ты полетишь К староверам Туда Будешь Свидеть И стой Ну я грубо Говорю Так Знаешь Вот так Вот так Они посылают Понимаешь Нет Я тебе скажу Так Вот допустим У нас в районе Они живут Мать с дочерью На станции Ребриха И они Идут по домам Правда Сейчас Официально Зарегистрированы Всех Их исключили Дома эти У них отобрали В России Под запрет Это ничего не дало Они какие были Активные Такие будут Не деньги делают А их так учат У них Прямо написано Каждую неделю Каждый Должен Не менее Пятидесяти часов Говорить Ходить Дома открывать Чтобы не меньше Там столько Сколько времени Быть с кем Если он Руководитель У них Ну звание У них там Капитан Или полковник У них звания Такие есть Он должен 140 часов Говорить А у нас За 140 часов По домам И патриарх Не говорил За всю жизнь свою Не деньги У них решай Деньги Это уже идут Оттуда Что люди Обращаются И верят А не так Что ему дали Деньги Он пошел Это неправда Они очень Слушай Они очень искренние Ты запомни одно В войну На стороне баптистов Воевали На стороне гитлера Баптисты воевали Воевали Православные воевали Воевали Свидетели Иеговы Ни одного В советское время Баптисты шли в армию Шли Православные шли Свидетели Иеговы Ни одного Их называли Бибельфоршеры Они показали Пример мужества Гитлер поставил Задачу Истребить Евреев Цыган И Свидетели Иеговы И оказалось Процент Который они потеряли В тюрьмах Самый малый По сравнению С теми Которые там были Иудеи Вот так Нам нужно Доброе братье Отовсюду Ты сказал Я зашел В эти Субботники Они называются Адвентицы Седьмого дня Правильно Вот И что они Христа не знают И как-то Они знают Христа И о Христе проповедуют Абсолютно правильно Что Другие вопросы Не так Это другое дело Я же сказал О том Что Христа признают А эти Именно ревность Они очень Очень ревностные Почему Их так учат А нас не учат Священник исповедует Но исповедует Что Пил Курил Ну пил Ну что делаешь Курил Да это не такой грех В Греции Священники И епископы Курят Православные Мы ничего Не должны Скрывать Мы должны Все перед Светом Открыть Почему Меня Библия Привлекла Сразу же В первый день А потому что Она описывает Все Давыд Такой пророк Все И вдруг Два смертных Греха Делает Прелюбодеяние Убийство Я понял А можно было Тогда не написать Да запретил Царским указом Как Сталин Нет Не выкинешь Из песни Слово А сколько Людей Погубил Да Да И однако Господь Целыми Городами И ты Сын Давидов Крещат Не сын даже Какой-то А Давыдов Не Соломонов И поэтому Библия Привлекала Допустим Написано В моем завете Лот Мучился Праведный Праведный Вышел Зачарями Обе дочери От него Зачали Родили Праведный Да Но смотри На последствия Смотри На последствия Какие потом Были После этих родов Это враги Израиля будут От них народу пошли Которые От него От праведника Он сожительствует Дети рождаются А кто он Им Отец или дед Он и отец И отец и дед И Библия Это не скрыла И мне сразу Положено на сердце Истина Она ничего не скрывает Она не боится этого Поэтому Извиняюсь Это Тут когда Вот мы беседуем Совершенно Еще с людьми Необращенными Некоторые говорят Да ну Я такой уже Столько я нас обрешил Что меня Господь Уже и не простит Вот в этом моменте Как раз подходят Вот такие вот Как говорится Герои веры Или как там назвать Муж по сердцу Божьему Один Другой муж желаний был И вот так и так Вот таких всех А у них были тоже Человеческие какие-то Вот эти вот Которые мы И вот Человеку говорим Что Господь принимает Прощает вот таких даже И на кресте На кресте Два распятых Он даже Прости не сказал Понимаешь Он говорит Помяни меня только Понимаешь Он не сказал Господи прости Я согрешил Я убил много Там на дорогах Я истязал И грабил У меня столько золота Я украл Я украл людей Ничего не сказал Он говорит Господи Ты меня помяни Только Видишь как А Господь сразу Уже простил Только обратись Это вот именно Когда мы говорим Вот К тем Которые еще Еще не Не обращенные То можно приводить Вот эти примеры Где Господь Вот Прощал тех людей Но И вот Давид Смотри Сколько согрешал И он Он мог покаяться Он мог обратиться По 7 дней Лежал на полу Лицом вниз И плакал И молился Потом говорит Что дитя умерло Умерло Встал Умился Помолился Понимаешь Вот так Вот такие были мужи Молитва у нас есть Ты зря сказал У вас не стало Вы зажирели Не молитвы У вас ничего нету Ну с постами у нас Слабее чем у вас Я же согласен Не отрицаю А молитвы у нас есть Игнатий Дегович Есть И у нас люди Обращаются к Господу И это тоже есть И Дух Святой Работает в церквах Ну ты же все это знаешь Что тебе Об ОВГД говорить Зачем тебе это Азбуку Не, но я У меня был сегодня Только один вопрос Я думал Что ты Возгоришься ревностью Туда вот на восток И это самое Там Хоть как-то С какого-то человека Начать Или с какой-то группы Но ты говоришь Они прям Такие Замок у них Замкнута И все Не подойдешь Ну по их Книжкам надо По их Книжкам Все правильно Ну их интересно Знаешь Мы когда отсюда Смотрим Игнатий Америка Ну ты сам понимаешь Я же был в Америке Все видел Америка Такая страна Она такая вся Да я тебе скажу Даже Европа Она более распущенная Чем Америка Вот некоторые думают Вот Америка Все плохое С Америки Европа Более распущенная Игнатий Это обоснованно Не просто так Вот Ну ладно И вот мы когда Вот я посмотрел На вот этих И все равно приятно Вот люди Их видно Что они Немного Оскверненные От всего мира Ты понимаешь мысль Они немного Оскверненные От всего мира Вот Ну Конечно Ты говоришь Там 50 И все разные Даже Друг друга Не признают Это сложно А они такие Если они держали Веру там Даже И в Бразилии И в Китае Там они Попробуй Это Шевельни Не шевелишь Конечно Только Господь Может пошевелить Вот Ну Путин же Пообещал им Там земли Вот они На восток Их все Их лынули А что там Земли Один гектар Им надо По 500 По 300 гектар Это люди Которые На земле Работали Всегда Им надо Много земли Да и говорят И обманули Их там Немножко Тоже И И документы Не дают Не торопятся Все Так У нас В соседней деревне Нам близко знакомый Евгений Долгов Он начал Немного Там Я не знаю Сколько у него Гектар Было Там 4,5 Гектара Стал Потом Свеклы Сеять Сейчас Сейчас У него 6700 Гектар 6700 Новая Техника Все это Миллионы И миллионы И он Приезжает В Потеряевку И когда Мне нужно Что-то Из техники Разровнять Дорогу Он сразу Присылает И бесплатно Я голубей Держу Так он Мне те годы По два мешка Семешек Давал Привозил Очень хороший Человек Но он христианин Так вообще Нет Но он ничего Не отрицает Но нигде Он не присутствует Не присутствует Ага Засуетились У нас У нас С его женой Очень хорошее Отношение Она Перезванивает И смотрит Все А ему Только позвонишь Он радостный Такой И когда у нас Торжественные праздники Там День деревни Или престольный праздник Он приезжает Вот вчера Песню слушал Это вот Почему Комбайнер Вот этот твой Да и тут тоже Вот люди Вот смотри Так В беспечии И губит А Так В беспечии И губит Суетой Бесконечной И во сне Безмятежном Забываем Про вечность Вдруг Прислушайся К небу И услышишь Глаз Божий Голос Тихий Тревожный Сын мой Где же твой Колос Ну это Это на жатву Песня была Такая вот Это последний Куплет Такой Интересная песня Я ее переписал Думаю Может быть На собрании Когда-то у себя Споют Ну а ты Смотрел Беспечность Беспечность Такая Вот этот 500 гектар Это же Столько суеты И он даже Не имеет возможности Уже Сходить в церковь Даже Вот видишь как Суета Тоже суета У нас Ролик В стране Появился Дядя Вова Мы с тобой Видел Вот когда я вас Послушал Вы с каким-то Братом Беседовали На тему Дядя Вова Мы с тобой И ты Как бы Я тебя На ты Ты ничего Мы Господа Ведь тоже На ты Говорим Иногда Всегда Но слушай И когда ты давал Комментарии Я думаю Дай-ка я включу Где же Этот дядя Вова Это с тобой А я не смотрел До этого Вот И я взял Включил Ну да Конечно Ну Дети Дети Что им скажешь Что им будут петь Вот так я скажу Это мое мнение Да дети Это поют То что взрослые Вложили Да я же Это и говорю Что им скажут Что им будут петь А гегемон Гегемон достал О таком Они говорят Ну это Я понимаю Я думаю Что это Гегемон Америка Я так думаю А почему гегемон Я не знаю А ты Википедию Открою Посмотри Ну Тут Ты специалист По словам По всяким Да Это легко Посмотреть Википедии Конечно Ну видишь Как Достал Достал Ты достал Видишь В чем дело Действительно же Боятся Что ведь Много оружия Игнатий Игнатий Много оружия И уже Ядерного оружия Столько Уже накопили Что Вот А Россия Она же Вот Она делает Да Россия И думает Что никто Не знает Понимаешь А ведь Сейчас Настолько Все следят Настолько Все прослушивается И С космоса И в телефонах И везде И в скайпах И везде Везде Понимаешь Что Ничего Не утаится И они Знают Куда Он Прячет Эти Подводные Лодки И они Знают Где Находится Ядерное Оружие Просто Россия Думает Что Никто Не знает Все Все Знают Просто Просто Люди Не настолько Глупы Чтобы Ну Просто Себя Друг Другу Уничтожить Совсем Понимаешь Это же Уже Столько Оружия Что Можно Много Много Раз Уничтожить Землю Совсем И Ничего Живого Не останется А Сейчас Опять Вот Нашли Что Химическое Оружие В России Есть Россия Прячет Думает Что Не видит Все Видит Все Узнает Потому Что Там Предателей Полно За Доллары Все Продают У них Счета Все У нас Здесь В Америке У этих Богатеев Все Здесь В Америке Крутится В Англии В Америке Дети Лечатся Здесь Жены Лечатся Тут У этих Больших Толстосумов Сумки Толстые У кого А Все Гегемон У них Плохой Они Все Здесь Лечатся И У каждого Здесь Есть И Дом И Вилла И Он Ну Че Там Говорить Абрамович На одном Острове Почти С нашим Президентом С Трампом Почти На одном Там На Майами Абрамович Имеет Не знаю Яхту Почти Такую Ну 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 Все Это Бедная Россия Растащили Ее Игнатий По карманам Растащили Ты слышал Как Путин Говорит Ну Америка Ударит Ядерный удар Там Мы в ответ Говорят Ну Ладно Мы Говорят Погибнем Мы в рай Пойдем А вы Все равно Сдохнете Ну Это Острое Слово Такое Конечно Он Говорит Мы Как Страдальцы Мы Как Типа Ну Как Мученики Типа Мы в рай А отец Сдохнул Типа Ну Конечно Он Он Умный Человек Он Знает Где Что Сказать Вот Но Брят Сать Оружием Я думаю Не надо Никому Никому Потому что Оружия Сильно Много Даже Страшно Страшно Много Оружия И Это А Господь Сказал Не страшитесь И не бойтесь Это Начало Болезни Но Это Еще Не Конец Ну Да Да Ну Уже Как Будет Это Это Уже Все Да Тут Уже Ты Ты Даже Не Успеешь Испугаться Ты Не Успеешь Испугаться Потому что Уже Время Подлета Время Подлета Ракеты Доходит До Десяти Минут Уже Скоро Представляешь До Десяти Минут Кто Успеет В обратную Нажать Даже Не Успеет Нажать В обратную На кнопку Ну То 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 Все Так Уже Сложно Все Так Сложно Надо Бояться Бога Я Вот Слышал Что Трамп Хочет В школу Вернуть Библию Я Вот Это Слышал Здесь В Америке Начался Упадок Ну Я Разговаривал Много С Минонитами Много С Амишин Разговаривал Они Говорят Начался Упадок Когда Библию Убрали Из Школы Вот До Шестидесятого Года Библию Изучали В школе Молились Перед Каждым Уроком Молитва Это Все Было Это Примерно Как У нас В России Было До Царя Ты Наверное Тоже Не Помнишь А мне бабушка Рассказывала Она Говорит Придем В школу Вперед Молитва А потом Начинается Занятие Вот Это При царе Это Еще До Коммунистов А Коммунисты Все Разломали Этот Ленин Он Все Перевернул Понимаешь Я Не люблю Коммунистов Они Очень Много Зла Сделали И Христианам И И Вообще Они Бога Не Не Признают И Все Такое Я А они В Белом Доме И Сейчас Там Коммунисты Кто Они Они Все Коммунисты Там Сидят Там Никто Других Не Присылал Там Все Кто Был И Остались Только Они Спрятали Билеты Свои До Не Знаю До Какого До Дня До Определенного И Все Они Там Все Коммунисты И Хоть И Крестятся Они В церквах Свечки Ставят Не Знаем Так Что Вот Все Россию Коммунисты Разворовали И Там Сейчас Бедная Россия Стала Ты Видел Фильм Называется Такой Изменяющий Время Нет Запиши Нет Ты Послушай Это Как раз О том Американцы Фильм Поставили Когда Библию Убрали Из школы Что Это К чему Привело Запиши Изменяющий Время Я Тебе По твоему Разговору Это Говорю Это Очень Хороший Фильм Американский Давай Так Это Не Я Говорю Это Они Вот Я Работаю С Менонитами И У нас Амиш Там Работает Один Я Работаю В Солярке Столы Стулья Делаю Вот И Там У нас Амиш Менониты И Босс Менонит Он Пресвитер И И вот Он И говорит Да Саша До 60 Года Было Лучше А потом Пошло Вниз Вниз Почему Библию Убрали Из школы Из школы Убрали Библию Изменяющее Время Изменяющее Время Да Изменяющее Время Именно О том Когда Убрали Из школы Библию Перестали Говорить Привязывать Все Ко Христу Мы Должны Быть Не Просто Добрые А Потому Что Так Повелел Дух Святой Через Христа Нам А А А А Америка Показана Американская Все И Школы Все И Говорят О Нравственности Хорошие Люди Но Без Христа Не Получится Не Получится Вот Там Все Это Показано А Туда Перенесенный Во Времени Машиной Времени На 150 Лет Вперед И Увидел К чему Это Все Привело Это Будет Очень Интересно Посмотреть Даже Знаешь Как Геннадий Вот Тут Сейчас Я Был У Миронидов Я Хожу Иногда Даже Попосещал И Так Чтобы Картины Иметь Как Вот Как Тут Все Ну У Строгих Был Артистов Более Менее Ну Так Тоже Отступление Но Более Меннадий А У Минонидов Я Говорю Слушай Ну Я Назвал Его По Имени Этого Босса Я Слушай Ну А Как Вот У Вас Как Вы Чувствуете Он Говорит Ну Тоже Уже Ослабляем Ослабляем Говорит Вот Но У них Правда Это Слышь У них Правда Это Одежда Дресс Код У них Называется Дресс Код Ну Знаешь Да Это Определенная Одежда Ходить Церковь Это Дресс Код Это Так Ну Называется По Американски Что Ну Вот У них Так Аккуратные Платья Длинные Ну Ты же Наверное Видел Менонидов Знаешь Вот Все Длинные Никакие Юбки И Кофточки Нету Просто Платье Все Прикрыто Нету Ничего Обтянутого Такого Это Братья В черных Костюмах Белая Рубашка Или Голубенькая Два Света Можно Больше Нельзя Белая Или Голубенькая Брюки Черные Костюм Черный Вот Все Брюки Костюм Это Собрали В церкви Дресс Код А я Ему Говорю Слушай Ну Вот Братья Собрались Слышь И Вот На Платье У них Цветочки Вот такие Маленькие Цветочки Так Братья 400 Братьев Собрались И Говорят Сестры Ропчат Что Цветочки Сильно Маленькие Давай Увеличим На Пол Сантиметра Эти Цветочки Чтобы Они Немножко Успокоились И Ты Представляешь Вот Братья 400 Братьев Сидят И Вот Что Цветочки Увеличить На Сидцевых Платьях Чтобы Маленько Больше Можно А так Скромно Все Скромненькие Однотонные Платья Такие Или Сирененькие Или Светлозелененькие Такие Неброские Ничего Броского Нету Чепчики У них Покрыты Голова Всегда Это Всегда Все И Я ему Говорю А Зачем Вот Это Вот Эти Платья Вот Эти Цветочки Зачем Это Все Он Говорит Знаешь Что мне сказал Он Говорит Саша Мы Знаем Что Спасение Не в Платьях И Спасение Там Не в Бороде Там Некоторые Амиши Бороду Отпускают Он Говорит Мы Знаем Где Спасение Но Просто Мы Стараемся Держать Людей Подальше От Греха Ты Понял Слово Его Мы Просто Это Он Служитель Он Пресвитер То У них Тут Не Пресвитер Он Паста Мы Стараемся Людей Держать Подальше От Греха Ну Правильный Слово Потому Что Он Говорит Мы Понимаем Что Не В Платьях Спасение Вот Ну Вот Так Вот Поговорили Мы С ним Ну Он Правильно Все Понимает И Тоже Сказал Саша У нас Идет Послабление Мы Чувствуем Вот Эти Телефоны Пошли Знаешь Вот Эти Как Они Еще Называются Такие Как Жен Ну Вот Такой Как Большой Телефон Так Он Не Телефон Айфон Не Айфон Да Тоже Но А Это Вот Такой Как Книга Открываешь Библию Читаешь Все Там Большое Такой Листок Большой Как Будь то Как Жен Ну Как Компьютер Переносной Только Он Вот Так В руке Вот Умещается Такое Забыл Как Называется Короче Вот Вот Это Когда Все Пошло И у Нас Пошли Минусы Вот Он Что Сказал Вот Но У нас Знаешь Как Я Расскажу Что Там Секрет Секретничать Не буду Ну Телевизоров Нет Это Понятно Это А Компьютера Есть И Это Было Братское У У У Некоторые Говорят Братья Надо Решать Чтобы Никакого Интернета Убирать Все Телефоны Все Смартфоны Все Надо Убирать Старший Встал Который Приехал С того Берега Старший По Америке У нас Здесь Нашего Братства Было 43 Церкви Сейчас Я не знаю Сколько Сейчас Побольше Уже Ну Я имею По Америке Именно Нашего Братства Регистрированных Полно Потом Еще Третьего Иосифа Бондаренко Слышал Да Это Конечно Из Риги Да Его Направление Много Церквей Он Между Братьями Регистрированными И между Отделенными У него Как бы Славянское Объединение Еще есть Тут Ну Много Церквей Здесь А нашего 42 И В Канаде Две Еще есть Ну И Короче Вот Мы Собрались Братья Расширенные Братья Братское Было И Брат Выходит И Говорит Вот Тут Поднялся Вопрос Что Убирать Интернет Он Говорит Поднимите Руку У кого Нет В Доме Интернета Вот И Он Поправил Потому Что Здесь Многие Школьники Учатся Дома После Четвертого Класса Уже У нас Некоторые Родители Не пускают В Публичную Школу Учатся Дома Отсылают По интернету В школу Эти Зачеты И Заканчивают 12 Ну Понял Да Вот Чтобы Не Общаться С Публичными Ребятишками Вот Так Слушай Он Говорит Поднимите У кого Нет Интернета Ни Школьного Никакого Два Человека Подняли Руку Он Говорит Вопрос Этот Не будем Сегодня Решать Ты Понял Какой Вопрос Вот Интернет Айфоны Это Компьютеры Что Типа Убрать Надо Он Говорит Так У вас У всех Есть А Чего Вы Поднимаете Туда Два Человека Подняли Руку Ну Вот Так Тоже Тоже Слабо Тоже Слабо За Лучшего Бо Этого Не Иметь Но Без Этого Уже Нельзя Вот Так Получается Уже И Звонить Надо Вот С тобой Разговарив Лицом К лицу Приятно Видить Улыбку Что Ты Бодрый Игнатий Вот Кстати Тебе Уже Скоро 80 78 10 Июня Будет 80 О Ну Дай Господь Тебе Здоровья И Дожить И дальше И дальше Там Сколько Можно Добра Еще Сделать Для Господа Для Господа Да А Моему Брату Николаю Да Ты Его Видел Все Равно В Латвии Жили Вот Ему Он С 36 Это Ему 82 Вот Ему Он Живет Не В Риге Не Венспас Сейчас Венспас И второй брат Петро Второй Который Был Остался Там И живет Там И пиво Пьет А Николай Обратился К Господу Он Был Коммунист Он Был Кандидат Философских Наук Он В Москве Учился Ну Ты знаешь Старший Брат А Он Сейчас Верующий Как Этому Сказали Иди К нему Сейчас Он Молится Вот Так И Толик Его Это Толик У нас Живет В Германии Анатолий Он Его Туда Возил Маленько Там Отдохнул Ну Он Уже Пожилой 82 Года А Я С ним Встречался В 92 В Риге У нас Конгресс Там Б Баптистов Я Говорю Ну Че Николай Ну Специально Вызвал Туда Говорю Ну Че Николай Как Коммунизм А В 92 Уже Все Уже Почва Выбита У них Из На плоту Без Фундамента Но Но Еще Плывем Говорит А Он Все Еще Знаешь Че Членский Платил Туда В Эту В Кассу Коммунистам Вот Такие Дела А Сейчас Уже Он Верующий Он Обратился Понял Что Жизнь Пустая С Этими Коммунистами Вот И Сейчас Он Ну Сейчас Он Старенький Он Живет Может Ты Знаешь Юрмала Юрмала Там А если Точнее То Темери Юрмала Это Это Прибрежье Балтики И там Так электричка Идет И много Названий Всяких Так вот Он Темери Вот он Там Живет И через Дорогу У него Церковь Нашего Братства Церковь Посещает Вот Так И так Ну Вот Все Новости Рассказал Так Что Старший Брат Обратился Тоже Верующий Стал Значит Тебе Тоже 80 Ну Вот Будет Вот Так А Какого Числа 10 Июня 10 Июня Да Интересно Интересно 10 Июня Ну Ну Че Приятно Было Это Поговорить Да Ну А я Думал Что Они Вот Эти Староверы Будут Близки К вам Оказывается Их 50 Всех Разных И не Поймешь С чего Начинать Да Да Ты Ты Нашел К ним Подход Просто Уже Года Не Те Может Быть Закалка Уже Не Та А я Думаю Ты Ты Нашел К ним Подход Игна Дизий Игна Вот Как Говорится С их Оружием В В В В Их Стан А я Видел Да Кстати Опять Об этих Старобрядцах В Одном Селе Они Жили И Ждали Священника Именно Старобрядческого Во Всем В Черном Вот Черное Вверху Так Кепка Так Ну Крест У него Висит Тут Такой Крест На цепи Вот Он Во всем В черном Никаких Таких Золотых Одеяний Никаких Нету Никаких Золотых Одеяний Вот Эти Знаешь Вот Как Нарядятся Такие Я Не Понимаю Для чего Это Для величия Или Для чего Ну Ладно Я Не буду Судить Я Не Понимаю Это Так Вот Приезжали В В черном И Поставил Крест Где Со временем Они построят Церковь И Говорит Что Вот Мы И Они Себя Называют Беспоповцы Беспоповцы Не знаю Кто Такие Ну Наверное Похоже На вас Тоже Вы Беспоповцы Тоже Какие Беспоповцы У нас Священник Брат У меня Священник Ты Что Говородишь А Значит Это Не Получается Беспоповцы Ну Какие Мы Беспоповцы Когда Я Заходил На Никитинскую Православную Церковь На Никитина На Никитинская Никитина ли она Вот И говорю Вот Игнатия Тихоновича Хочу увидеть Где он такой Ничего не знаем Он Сектант Он Баптистов Он Он Такой Вот А ты Говоришь Мы Вот Такие Сектант Баптист Он Говорят Вот Что Сказали Мне И Сказал Знаешь Что Регент Сказал Но Это Было Давно Уже Это Было Давно Так что Вот Там тебя Иногда Баптистом Крестят Вот так У нас Баптист Только один Батюшка Наш Потому что Кто крестит Тот Баптист А он Как раз Крестит А ну Правильно Слово Крещение Баптист Баптизмус Да Все верно Это Это ведь Твой брат Родной По-моему Да Я Я его Так знаю Заочно А лицом К лицу Я Я Не А как Его звать Жил он Во Фрунзе Ух ты На языке Подожди Не Не Силантий Не А как Звали Отца У Девы Марии От которой Христос Родился Отца Как Звали Она По паспорту По паспорту Она была Мария Как Мария Ивановна Или Как-то По-другому Ох Слушай Забыл Надо же Забыл Иоаким 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 А у ней Отец был Иоаким Иоанна А у тебя брат Иоаким Да Он священник Он К нам приезжает Митрополит Московского Патриархата Со Священниками С С С С С С С Семинаристами Мы Так Ну Так Не просто Разговор И во время Когда они у нас служат Поминается Патриарх Кирилл Какой мы К старобрядцам Мы никак не относимся Ни с какой стороны Ну вот А я тебя хотел Поднять на вершину Старобрядчества Понимаешь Да я знаю Старобрядчества Я говорю Что Они не принимают Они тем более Сейчас Когда приехали Здесь Они всего Боятся Они приезжали К нам Потеряевку И говорили Со старобрядцами Которые Сейчас Белокреницкой Иерархии Где митрополит Кирилл И они ничего Не принимают Он не слышит Замкнут И как Свидетели Иеговы Ну Это Я почему С уважением Говорю слово Старобрядчество Потому что Вот эти люди Которые Претерпели Очень много Отгонения И власть И гнала И церковь Гнала И они Убегали И в это В Китай В Китае Пять коммунистов И гнали Они убежали Туда Это люди Которые Претерпели И они Такие люди Достойны уважения Извини меня Такие люди Достойны уважения Ну Может они Неправильно Молятся Как знаешь Трое нас Трое вас Услышь нас Слышал Такую Это Как ее назвать Ну Это притча Которые поставили Патриархийные Поставили сейчас У них целый ряд Притчей Заряди только Притчи И увидишь Как раз Эту притчу Не ну Мысль то Там есть Мысль Что не главное Как А вот Что у тебя Внутри есть Там просто Смысл Заложен Ты же понимаешь Это взято Из произведения Льва Николаевича Толстого Еретика Не важно Вот это и важно Быть в церкви А не важно Значит Сегодня больше 20 тысяч разных Сект по названию И все не важно Ну вот смотри Льва Толстого Уже считали верующим А кто его считал верующим Ну И коммунисты Про него говорили Что он верующий И он читал Он это А как Да никак Никак Как он верил Евангелие не признавал Грехопадение Не признавал Бога Которому можем молиться Как сущность Не признавал Он признавал Только Нагорную проповедь Христа Не убей И притом В своем толковании Он не понимал Совершенно Духа Святого Не признавал Троицу Не признавал Непорощное зачатие Детя Девы Не признавал Он ничего не признавал Он был Безбожник Лютый Это вот потому Толстовцы пошли За ним потом Немножко Их всех Истребили Тут никого и нету А их мало было Их мало было Так вот О том Что молиться некому Как личность И как Богу Он такого не признавал Какой же он верующий А кто говорит Не верит Богу Тот говорит Представляет его лживым Ну да Это опасно Это опасно Ну вот и Лев Толстой Пожалуйста Ну кто знает Игнатий Михайлович Кто знает Может он как Разбойник Кто на кресте Под конец Скажет Прости меня Господи И что мы Так не надо Не надо Слушай не надо Эти басни говорить Он поехал В Оптинскую пустынь И проходил Его то Даже приглашали Он нет Меня не примут Нет не примут Он помотался И уехал И там Восстахов помер У него ни покаяния Ничего не было Он Дал завещание Чтобы священник Как Вольтер говорил Чтобы близко не подпускали Да ты что Ну что тебе рассказывать Ух ты А я про него мало знаю Ничего не было там Совершенно Добивалось Вспоминать его Родная сестра Монахиня Мария Можно ли это упоминать И я им в России сказал В частной молитве дома Ты можешь молиться за него А так нет Для церкви он никто Он написал Такую брошюру А ты заряди Во что я верую Вот запиши Во что я верую Это не телевизор Не бойся Не Во что я верую Посмотри Во что я верую Запиши Лев Толстой Я уже Во что я Верую И ты увидишь Он сам исповедует Что никакой троицы Бога личности нету Ага Во Как раз я что хотел спросить Игнатий Ильич Вот ты говоришь Поминать Вот я хочу за это зацепиться Ты же знаешь Что баптисты Иногда могут зацепиться Вот смотри Вот человек умер Погребли Он у Господа И ну Мы сейчас Мы не будем говорить Что где-то он там В определенном месте Ждет он сюда Там или чего Ну у Господа Если верующий был Во Христе Написано Во Христе умерли Во Христа Облеклись Облеклись Ну вот смотри А поминать Поминать Что такое поминать Вот поминать А что разбойник Сказал Христу Так он живой был Нет Что он сказал Вспомини Ну вот и все Так он был живой Он был живой Ну и что что живой И он сказал Да у Бога У Бога все живы У Бога все живы Вы путаете это Не-не Мы понимаем У Бога живы Но они у Бога Ну да Они не здесь У Бога У Бога У Бога Все живы Но это у Бога Не здесь же Не на земле Вот смотри, я хочу еще сказать Мысли Ну, конечно, ты это понимаешь Просто я не могу это объяснить Вот почему же Вот человек умер Ну, если он был христианин И даже перед смертью, может быть, молился Приходил служитель, пастор Или там вот по-вашему Епископ, ну, кто-то там приходил Молились, и он отошел Все так хорошо А зачем еще и поминать как-то Ну, вот, что такое поминание Молитва к Богу Милосердному, у которого все живы Вы не хотите слышать Вы не хотите слышать А вот нам и все то, то другое А не так После смерти мы видим 16 глава Евангелия Когда говорят о пропасти непереходимой Надо знать, когда У нас еще 11 книг неканонических Которые говорят об этом А молились всегда-всегда Первые христиане с первого века уже показали это Они молились Мы говорим Я уезжаю в Америку Ну, да что, молитва из Америки меня не достигнет здесь В Потеряевке или нет? Да какая разница А я на Луне Ну, там нахожусь С Неллом Артстронгом И что? Для молитвы нет преград И поэтому смерть для нас не преграда для молитвы Это чувство Это чувство Расстроенности любви не прекращается со смертью Вы этого никак не можете понять У нас нет уверенности Нет никакой верности Почему? Первое Коринфянам 4-5 Не судите никак прежде времени Доколе не придет Господь И не отсветит сокрытое во мраке И тогда будет похвала каждому А второе Коринфянам 5-10 говорит Предстать при судилище Христово И Бог будет соответственно тому Что Он делал в жизни Доброе или худое И поэтому мы молим Бога Упокоить Его Что не так было Господи Мы ходатайствуем за Него Чего не доставало Ему Церковь никогда этого не отрицала Вообще такого момента не было Только еретики отрицают самонадеянности Нам достаточно Мы в рай пошли Ты в рай говоришь Сейчас адвентист молится Их 20 тысяч И все в рай идут И все еретики А у церкви никогда уверенности не было Павел говорит Не достигну ли я Как достиг меня Христос Даже Павел говорит это А вы уже на небе Все Все на грудь Христа Песня то поете как На грудь Христа повергнешься Какие вы Как Иоанн Богослов что ли Почему Петр на грудь не повергался Ну маленько Задуматься надо Эта песня Она как бы молитвенна Она как бы Вроде хочется вот так Близко ко Христу быть Это же не напрямую Прям на грудь Понимаешь нет Александр Прокопьевич Хорошо Подумай об этом Рядом вот сейчас с тобой В соседнем где-то Селе Или где-то Адвентисты седьмого дня Мормоны Свидетели Говы Все так же молятся И все еретики до одного И они не в церкви Вам то хвалиться нечем Вы положили начало этому разделению Это на вас грех больше чем на адвентистах Вы первые вышли от православных А они уже от вас вышли Ты уже на меня в нападение пошел Да ну почему в нападение Мне надо защищаться Почему вы не думали когда уходили Представьте Тысяча Слушай Тысяча шестьсот лет было И теперь все спихнули Свои там Джоны пойдут Свои бакмелдеры пойдут Вы отбросили все церковное Тысяча шестьсот лет Как будто бы не было церкви И что трудились А каноны Соборы Вы все отвергли Вы богохульники Дух святой трудился Как Иоанн Златоуз Игнатий Богоносец Которого львы растерзали Епископ Антиохии Вы никого не признаете Это самомнение дьявольское И мы все в раю Мы все святые И все Да какие вы святые-то Вы маленько-то поглядите Которые до вас люди жили Как они подвязались Где у вас хоть один Как Антоний Великий Где вы можете показать Хотя бы одного Илариона Одного А у них как было Ирина одна У них сразу обратилось 150 тысяч человек Покаялись И не просто язычники Где у вас Екатерина Великомучница Варвара У вас понятия Никакого нет Живете так как В полное удовольствие Пьете и едите Тебе есть о чем подумать-то Постов-то нет никаких Бреешься Зачем бреешься Каждый раз Беря бритву Ты богохульствуешь Образ Божий искажаешь Христос небритый Апостол небритый Пророки нет И все подхохатываете Не хохочи Говорит Чтоб дьявол не скочил в рот Игнат Тихонович Вот есть такое Мне Писание написано Вот если ты Молишься Каждый день Осуждаешь Свои поступки Пред Богом Молишься В покаянии То написано Не будет Осужденный С миром В Каримче Там записано Когда Когда мы Вспоминаем Вечерю И там есть Такое место В конце Чтобы не быть Осужденными С миром Судите Сами себя Вот если Ты каждый день Судишь себя И перед 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 тем Как Пойти ко сну И утром Вставше Ты Себя Судишь И молишься И в Раскаянии И пребываешь В этом состояние То тебя Бог уже судить не будет, тебе не надо на суду представать. Ты себя судишь сам, чтобы не быть осужденным с миром. Суд для мира, не для тебя и не для меня. Мы судим сами себя уже сейчас, каждый день, распиная плоть свою со страстями и с похотями. Вот так. Оно и видно, как распинаете. Вы поделаетесь под мир, под стихией мира живете, а я вот так-то. Написано, всем надлежит предстать присудилище Христово. 2 Коринфянам 5.10. Куда вы дели? В 7 до 1. Стой, ты на полпредложения меня прерываешь. Я тебя слушаю, не прерываю. А я понял, что ты говорил. Да мало что ты понял. Ты еще не говорил, а я уже это давно знаю, 50 лет. Ты мне ничего нового открыть не можешь. Вы, смотрите, слушай, спокойно. Говоришь, судим себя. Почему вы не стали судить себя, а стали судить церковь? 1500-1600 лет вы осудили все. Вы так судите, как даже сатана не судит. Все отвергли. Все святых, а сейчас только одни американские проповедники едут и мозги, говорит, пудрят. А что он знает-то? Живет свое удовольствие. Теперь эти, которые харизматы, поднял руки, все упали. Вальтеровцы. Ты же знаешь прекрасно, куда заехали-то. Это другое. Ты скажи, первые баптисты, что они образовали? Куда делать церковь-то? Ну ты один раз-то остановись хотя бы. С нуля начали создавать свое. Христос создавал ее? Да, конечно, нет. Он говорит, врата ады не одолеют. А кто такие врата ады? Еретики, гонители, иудеи. Врата ады не одолеют. А вот церковь вся пала, вся погрузилась, там индульгенции. А мы заново образуем. Ты можешь образовать в церкви, бороться за чистоту, но не мимо корабля. В корабле. Вы маленько остановитесь хотя бы. Посмотрите на себя. Вы в 1600 году все отвергли. Полторы тысячи лет сбросили. Это ты далеко берешь. 1600, а я тебе беру вчерашний день. Вот ты сказал мне, герои, веры ваши православные там. Были там и то, и другое, и третье. А ты знаешь, насколько умерло в тюрьме во времена коммунистов? Слушай внимательно дальше. Я отвечу. Сколько? 30. Извини. Да, более 30 умерло. Да. Умерло тогда. 150 заключений были, я знаю их. Каждый год более 200 человек. Каждый год. Это все подсчитано у нас. Каждый год. Одни выходят, других садят. Одни выходят, другие садят. 180, 200, 190, 180, 185. Это я года говорю. Другой год 195. В тюрьме. А ты говоришь мне каких-то там древних людей. Ну понятно, Сергей Радожский. Ну так это сколько лет? А я тебе говорю вчерашний день. Так это все еретики. Кого называешь не в церкви. А я говорю про церковных. Зачем ты... Слушай. Это не дух Божий вне церкви. От церкви не отрывает дух Божий. Суть сыны Божии. Да это... Это адвентисты говорят сидели. И свидетели сидели. Сыны Божии. Мы сидели за Слово Господнее. Нет, вы вне церкви. Пойми. Вне церкви. У вас нет таинства. Вы на Евангелие сидели. Нету. Считай восьмую главу Деяния Апостола. Пока руки не положили епископ, у вас нет епископа. И главное не пастырь, а пастор. Где такое слово? Деноминации, конфессии. Вы обложились огнильем таким, что вам плакать надо. А мы наши страдали. Страдали риговисты. Страдали свои коммунисты. Всю Ленинскую гвардию был. Ну что, на небо пошли. Вне церкви. Церковь там, где есть рукоположение по нисходящей линии от апостолов. У вас разрыв. Мы за Слово Евангелие, за Дело Божие. Ты не хочешь понять, что адвентисты тоже за Церковь Божию, за Евангелие страдали. Не знаю. Как? Плохо, что не знаешь. И их названий конца нету. Самое многое, это страдала наша деленная церковь. Это самое многое. Может быть, было там сколько-то адвентистов. Я не знаю. Евреев сколько Гитлер уничтожил? Холокост 6 миллионов, говорит. Это другая тема. Это не другая тема. Это тоже страдания. Я страдания говорю. Это тоже особый, взятый в удел. Для них будет особое время. За них трогать не надо. Я не трогать говорю. А говоря, мы страдали. Вне церкви. Киприан Карпагенский, говорит, кровь мучеников Христос не принимает. Ты мне говоришь 15-й век, 16-й век. А я тебе говорю вчерашний день. Что мы прошли горячим огненным путем. А Хмару язык оторвали, пятки жгли. Николай Кузьмич Хмарова. Ты же помнишь это. В Барнауле это было. И за что? За то, что он христианин верующий был. Молодой совсем. А ты говоришь, мы вот такие зякие. Ты опять решаешь, коммунисты как относились. Ты не слышишь даже. Совершенно глухой. Слушай, внимательно. Я тебе говорю, что вне церкви. А мы страдали. Да это не оправдание, что страдали. Страдает абортница. Сделала аборт и умирает в этом. Они страдали вне церкви. Ты слышишь или нет? Вне церкви нет спасения. Вы не церковь. Не церковь. Я говорю. Ты еще... Здорово тебя задевает. В 1639 году первая баптистская община. Где они были в те века? Вы вне церкви не хотите думать. Вы не церковь. И поэтому страдали вне церкви. Умирали вне церкви. Сравниваешься абортницами? Как мы с тобой тяжело будем разговаривать? Уже тяжело. А до этого я хороший был. А когда сказал уже... Я приехал в Пензу. Баптисты говорят. К нам пророк Илья пришел. Когда я стал беседовать. Гнилое бревно. Ну, это пускай. Это, я не знаю, Пенза или что. Я знаю, что ты нашу церковь очень хорошо знаешь. И плохими словами... Слушай, Прокопьевич, скажи. Откуда баптисты себя взяли называть церковью, когда церковь Христом создана? Когда вопреки друге... Да не историю, рукоположения нет. Это твой самый сильный конек, и ты на нем сидишь. А мы живем живой христианской жизнью. Вольнодумством живете-то. Нежеланием вникнуть в дело Божие. Ты в Америке живешь. Ты Питера Гилквиста слышал? Питер Гилквист. Книга его «Возвращение домой». Две тысячи баптистов пришли в православную месту. Они на год разбились по частям. Ты будешь заниматься по Божьей Матери, я по литургии, тот по крещению. Через год встретились. Да мы же не церковь. Все до одного сказали. Мы не церковь. У нас все чужое. Вы понять не можете. У нас вот Зырянов пришел сейчас. Аж шесть служителей в церкви у нас в Иркутской области, которые с тектантов пришли. Вы даже не понимаете той внутренней чистоты, радости, когда человек от тектантов приходит. Он не пьяница. Но он совершенно другой был, говорит. Я вне церкви был. Я томился. Я знал, что я не церковь. А ты вот уперся. А мы церковь. Ну глянь в начале-то. Где он первый? Джон Смит себя крестил. Это что? Смотри. Вот сейчас ты напомнил. Вот сейчас ты напомнил Матери Господню, Марию. Сейчас ты напомнил ее. Я хочу сейчас сказать. А почему вы молитесь Матери Господней? А кому молиться? Джону Смиту? Написано, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Кто сказал это? Кто это сказал? Христос сказал. Так пускай будут эти слова у тебя на устах. Апостол Павел говорит, молитесь обо мне, по ходатайству многих, буду освобожден. Да потому что он живой был в то время. Ну молись сейчас об нем опять. А он уж давно там. Да она живая, у Бога все живы. Вы совершенно не понимаете этого. Это там. Да где там? Что там хуже, чем на земле? На земле суета у ней была. Там ничего нету. Они свободные. Мы им молимся. Вот понимаешь, у вас ничего нету того, что с первого века идет. Вы обрезаете самым тупым образом. А молиться нельзя. Как нельзя? Куда она делась? Она живая. Мы молимся и живой пристадеве Марии. Вы освящаете, освящаете. А Писание говорит, никто не должен приходить к Отцу. Только через меня. Да мы через него и пришли. Сегодня. Но я прошу брата помолиться обо мне. Брат. Но он умер теперь что, обо мне не молится? А он живой, рядом стоит. Да живой-то это еще обуянной суетой. А когда взошел на небо, Павел говорит, и Петр говорит, не перестану напоминать. И тогда, когда оставлю мою храмину. Вы эти слова-то выбрасываете. У вас все такое кургуза. Ваша вера-то как, говорит, голая оглобля. Ну ладно. Так же нельзя. Нельзя, смотри. Не надо. Это не моя вера. Слушай внимательно. Слушай, я послушал. К мне походит 50-ник. Сюда. Вот где я сижу. И говорит. Наш проповедник впал в блуд. Что делать? Отлучать. На сколько? А там время покажет. Кому покажет? Две рядом общины, в обоих впали, которые назывались пресвитерами. Во сколько? Они между собой не сходятся. На это каноны есть Василия Великого. Впадший в грех отлучается. Блуд или пролюбодеяние. Пролюбодеяние у женатого. Женатый на 7 лет. Такое, допустим, на 5 лет указано. Он ко мне приходит. Мы так долго не можем. Через 3 месяца они опять его поставили. Он опять приезжает, говорит. Он опять впал в блуд. Что тебе напоминать? Ты вспомни родных и близких, которые впадали в блуд, будучи проповедниками. Тебе что напоминать? Это я молчу только. Игнатий, вот вашу группу, вашу Потеряевку, я никогда нигде не унижал перед Лидией. Я не унижаю нигде. С кем разговариваю. И грубо никогда не сравнивал ни с абортницами, ни с кем. Вот. Я никогда. Почему? Потому что это люди, которые молятся Богу. Зачем их судить? Господь судья. Слушай, Прокопьевич, мы об одном говорим. А ты нас поливаешь. Ну, да вы поливаете церковь, 1600 лет, миллионы уничтоженных вы все сбросили. Как будто бы Дух Святой никому ничего не говорил. Ты маленько остановись, глянь. Мы никого не судим, мы не трогаем. Вы осудили всю церковь последующие лет, Вселенскую церковь. Вы все по-своему стали делать. Ну как? Я тебе говорю, Анна Златоуста, считал 12 томов? Нет. Ты признаешь, Климент Римский писал послание? Нет. Игнатий Богоносец 6 посланий, знаешь ты? А это младенец, который Христос был на руке, который мученник за Христа. Вам это не надо. Вы зашоренные, вот так вот, что сказали баптисты. А баптисты-то еретики. Ты маленько, а я вас никак не осуждаю. Вы самые главные осудители. А мне еще вас судить, когда вы сами себя осудили, отойдя от церкви. Мы говорим, вам православное не нравится. Пойдите, найдите лучших своих, которые старшие там, но они не пресетера, а мальчики. И к Папе Римскому, чтобы вам рукоположил двух или трех в епископы. Не нравится Григорияна Армянская, не нравится Копска-Сирская. Все, вот пять. Дальше нет церкви. Дальше одна ересь, море ереси. Вне церкви. Ты не хочешь слышать. Это таинство передавалось через рукоположение. Титу 1.5 говорит, довершил недоконченное, чтобы рукоположил. Вы, понимаете, мы страдали, мы страдали, коммунисты страдали, фашисты страдали. Я думаю так, если церковь живая, это мои мысли. У нас нету, не сохранились записи, да. Это я тебе скажу, у нас не сохранились. Потому что нас сжигали, нас в тюрьмах гноили, нас топили в воде целыми контейнерами. А кто-то прошел, ты же сам говорил, что у вас там на Никитинской с портбилетами, с коммунистическими ходят священники. Ты мне говорил это, что они все коммунисты тут наклоняются под этих. Я не про сейчас говорю, я про то время говорю, про ранечное. Когда мы страдали, когда мы были в огне и все тако разное. Так что тут такое дело и не сохранилось, потому что сжигали от начала Христа. Ну как же у нас сохранилось? Слушай, у нас сохранилось, у вас библиотеки там есть. Все это сохранилось, вам это не надо. Я вам сейчас говорю, что вы не церковь. Вы сами основали свой алтарь, другие молитвы, другие причины, привычки. Ну так не было в церкви никогда, как у вас. Есть одна книжка «Пятна крови», «Пятна крови», наша книжка. И там именно сказано от начала века, как и что, и где могло утеряться. И там сказано. Но я не вникаю в это. Я вижу, что церковь живая. Живая все, больше ничего нет. Просто так, когда не может действовать. Слышь, Игнатий, просто так от себя чину пороть никто не будет. Все основано на слове Божьем. Все, все... Тысячелетное царство где будет? Все на слове Божьем, все, как бабка какая. Затеял одно и то же. Скажи, Сыщелетное царство где будет? Когда? А много разных мнений... Вот и мнения разные, а у церкви одно мнение. Не может разное. И даже в церкви у служителей разные мнения. У еретиков разные, а у церкви одно мнение. Некоторые говорят, что мы уже в тысячелетнем живем. Понимаете, я тебе говорю, когда... Слушай, когда первые баптисты появились, какую связь они имели с церковью-то? Ну никакого. Совершенно отошли. А Господь, вот, про тайну не одолеет. Я тебе десятый раз говорю, ты ноль внимания, как будто не слышишь, как глухой аспид. Внимание есть, есть. Просто я говорю... Мы хорошие, мы нас брали, нас судили. Иградий, у нас записи не сохранились. Какие? Они уже нас сжигали. А вы прятались за подолы, за длинные подолы. Кто прятался? И ваши священники, ты же мне говорил, были с культистическими билетами, и они сохранились. Ну у вас где Прокофьев? Та подожди. Где ваш Прокофьев? Основатель... Ты говорил мне это? Прокофьев. Прокофьев, Прокофьев. Слушай, ты не слышишь. Ты мне это говорил? Прокофьев, где, который основатель с Крючковым, с Винсом был вместе? Где он? Ну он уже умер давно. Где, кем он умер? Он евангелист был, по-моему. Он отлученный вами за разврат был. Что ты путаешь-то? Но... Он евангелист был. Ну так это всегда везде было. Но он вне церкви. А в церкви покаяние дается. А вне церкви он хоть что делает? Он все равно не церковный. Почему я должен за каждым следить? Почему ты... Вот я должен того же... Ты не слышишь. Не надо следить. За собой следить. Но вы отвергли 1600 лет церковного пути. А умерло 475 тысяч казненных было. Ты опять в каменный век пошел. В каменный век. А я тебе говорю, вчера нас на кострах жгли. А ты... Вы вне церкви еще раз говорю. 1639. Первый. Откуда взялся баптист? Вы же от церкви отошли. Как ты не слышишь этого? Мы... Мы... Кто от Бога родились... Все. Божьи дети называются. Еще я знаю. Кто от Бога родились... Не... Не... Не от мужа, не от жены, а от Бога. А адвентисты эти стихи считают адвентисты? Это другое, Игнатий. Да не другое. Там жизни нету. Жизни нету. Нет, там жизни больше даже. Даже больше. Нет. Там буква. Ты не путай, Игнатий. Там буква закона. Вот. Буква закона. Суббота, исполнение. Буква закона. Есть минусы у нас. Есть минусы у тебя. Есть минусы у вентистов. Есть минусы у писядников. Я писядников вообще не беру. Потому что они сейчас многие. Вот здесь у нас. Они стали почти как харизмат. Здесь у нас. Ты Александр Шевченко слышал? Знаю такого. Вот запусти его. Посмотри. Кто он теперь? Был баптистом. Куда перешел? В писядник. Ну и что? Ты думаешь, что он грешнее тебя? Ты послушай, какие слова он говорит. Зачем ты мне это суешь? Чтобы я судил грешнее или нет? Да нет. Ну он-то тоже говорит, что он перед Богом все. И не понимает, что он не церковь. Он хороший человек. Замечательный. Людмилу Плет слышал? Конечно. Прекрасная женщина. Но она не в церкви. Да. Она, по-моему, сама по себе. Она много лекций. Тут ездит по Америке. Лекции дает потом по Германии. А Вера Кушнир? Чудная поэтесса. Но вне церкви. Ну она, я видел ее последние дни, была она здесь, в Филадельфии у нас была, да. Она поэтесса хорошая, хорошие стихи благословенные стихи. Но, знаешь, и когда надо, то и осел говорит человеческим голосом. У Господа так бывает. Так что тут уж, Игнатий. Ты отвечаешь на один вопрос. Когда отошли, первый Джона Смита образовалась в общину, почему вы никак не связываетесь с церковью? То вы же отошли, все осудили. И у вас книг-то никаких нету, а все только американских проповедников. Игнатий, не сохранилось, сожгли. Да у вас сейчас наша страна наполнена американскими книжками баптистскими. Почему никогда не издаете Златоуста? Ярл Пести почему был не ваш? Нет, Игнатий, Златоуста мы признаем. У нас же есть его даже... Это же у нас... Ты же знаешь, а зачем ты зря передергиваешься? Ну как? Что ты признаешь? Скажи. И Ярл Пести у нас в ученичестве упоминается. Его там некоторые труды, и мы по нему там... Даже вот у нас библейские курсы, когда идут, библейские курсы, там апологетика, экзегетика, все эти предметы, ну знаешь, да, предметы, вот эти библейские предметы. И Ярл Пести там тоже упоминается, и Ян Златоуст там упоминается. Так, слушай, ладно, сейчас уже уходит на работу. А Билли Грейм кто был по вере? Я думаю, что вначале он был баптист. А потом? Я не знаю, кем он стал. По-моему, даже он может быть... Так, Ярл Пести кто был? Умер? Кем он? В какой вере? Я думаю, что 50-ник он был. Мне так кажется. А ты говоришь, я их ни во что не ставлю. А вы-то одинаково не связаны с церковью. А Ярла Пести у меня 136 часов только слушать, когда меня судили за него. А Рогозин Павел Иосифович, кто был? Да там Дига даже больше не за Ярла Пести судили. А там все было? Да, больше даже за Солженицы насудили тебя же так же. Еще раз говорю, что в обвинительном, а не то, что ты скажешь. У меня в обвинительном стоит все, и не говорится больше-меньше. Ну да, там все кассеты подняли, там магидашованы, что ты переписью занимался. Да я говорю, Ярла Пести. Ярла Пести Рогозина у меня в обвинении стоит. Я на суду был, я на суду был. И там Солженицы упоминается. Упоминается. Он был запрещенный. Он тогда был запрещенный. А мы на это не смотрели, распространяли. Я первый в стране распространил это. Ну это не так ценится, как если бы ты распространил Слово Господне. Так я первый в стране начитал Библию, Слово Господне. А что Библия и Слово Божие? Начитанный златоут, жития святых. А вы обрезали все с 1639 года. Да это у вас ничего нету. Ничего. Игорь Тихонович, очень хорошо. Ты много трудился. Не навреди себе только. Ты не обо мне заботься-то. Ты заботься о том, что ты вне церкви, побыча по стихе мира. Бритву уничтожь хотя бы. С малого покажи. В малом вере. Я как о добром брате. Библию уничтожь сегодня. Библию уничтожь. Не уничтожишь. Скоблиться будешь. Ну вот и все. По стихе мира живете-то. По Христу. Христос с бородой был. Все. Даже этого не можете сделать. А ты можешь перекреститься? Вот так вот сказать. Господи, прости меня грешного. Перекрестись. Но я не умею. Не можешь. Вот. А Ефрем Сирин объяснил. Четвертый век. Не может человек перекреститься. Это печать на правой руке и на челе. Он уже принял Антихриста готов. Он не может перекреститься. Уже знак был дан. Почему? Он не может сотворить великий животворящий крест, которого сатана боится. А в каком году он сказал это? В каком году? В четвертый век. Ух ты. Это так давно уже начертание было. Уже объяснено было. Как это определить будут? Ну, ну, ну. Вот так. У меня приехал один. В четвертый век. Это 400 лет всего. Приехал один из Сергиево Посада. И увлекся там он Конфуцием. Ну, восточными. Я говорю, написано. Это против Писания. Я предложение не закончил. Что тут такое? 4.12 Деяния апостолов. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Мы вышли. Стоим на железной дороге. Ему здесь. Он приехал с Москвы ко мне специально. Я говорю, прочитай. Он взял в руки, держит. До этого стиха 11 считает, дальше не считает. Я говорю, почему? А я не могу это произнести. И вот и вы не можете перекреститься, потому что печать Антихриста уже на лбах, наверное. Правая рука и щело. Не дай Господь. Ну, это перекрестись. Покажи. Не дай Господь. А что? Это не служение рук человеческих, Господь требует. Не требует служения рук человеческих. А ложку таскаешь в рот, можно. Это служение, это чтобы плоть свою, это... Вот пьешь все время. Так, ну давай, прощайся. На одном месте стоим. Да. Прости ради Господа, если что не так сказал. Да много что не так сказано. Да. Ищите церковь. Церковь придите, пожалуйста. Задумайтесь. Один раз реши. Как мы могли отбросить 1600 лет всего церковного? Игнатий, надо не так говорить. Приди к Господу. Вот так говорить. Да к Господу приходят люди в церковь. Деяние апостола 2.47 ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Не к секте, в церкви. А церковь Христос основал. Игнатий, мне даже радостно это... Слушай, слушай. Ты послушай, ты же меня не слышишь сейчас. Так, я ухожу. Давай. Послушай, послушай. Мы уже час 14 минут говорим. Окей, ладно. Спасибо. Все, спасибо. Не спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос. Вот так, во славу Божию. Перекрестись, чтобы сатана тебя не запечатал совсем. Я не умею. А вот все и есть. Нас учили просто молиться. Нас учили молиться. Василий Великий говорит, чтобы мы приняли от апостолов знамение сына Божия, умершего за мной. Сатана боится креста. Поражает его в голову, а он тебе жарит пяту. А эгамисты говорят на столбу, не на кресте. Ну ладно. Я беседовал однажды, большое собрание баптистов. Я говорю, вы можете перекреститься? Кто-то перекрестился. Я говорю, а во сне вы видели сатану? Говорит, видели. Я говорю, а как вы отбивались? А мы, говорит, перекрестились, он отпал. Я говорю, вот вы во сне, это уже более раскрепощенное. Во сне. Все баптисты ответили. Я это могу сделать. Ну, а зачем это в сует делать? Ага. Это крепко сатана держит. А потом ты скажешь, вот видишь, Саша перекрестился. Он уже у нас. А вот смотри, ко мне приехали от Иосифа Бондаренко. Вы Леню Пастухова знали? Ну как же. Они у нас заезжали к нам в дом. Приезжали все время. Его жена и моя жена, твои родные сестры. Вот слушай, мы беседуем с ними за столом. И молодые ребята, здоровые, крепкие, сильные. Мы беседуем. И они приняли. Я говорю, так вот вы сейчас совершите крестное знамение, покажите, что вы отрекаетесь от дел сатаны. Знаете, как-то неудобно. Вы когда к нам приедете в Ригу, мы там перед всем это сделаем. И перед самым нашим приездом в Риге, вот это страшная трагедия была, они все погибли. Ну это страшно. Страшно, все, не надо на завтра. А кто погибли? Леня, он живой и сейчас встали? Да не Леня. Ребята ехали, когда встречное движение, они на встречу с Ярлом Пестем ехали. И встречную машину ударили. А, эти вот парни. Четверо было. Один только остался там покалечен, а эти сразу мгновенная смерть. Все. Ну да. Они прежнюю ночь не спали, я слышал, да, я слышал. А я прямо там был, с Богом. А, ты в это время там был? Я рядом был, с Богом. Ага, ну-ну-ну-ну. С Богом. Ну ладно, храни тебя Господь. Храни тебя Господь. Не забудь староверов, которые на восторге. Да-да, не забудь своих баптистов только, чтобы они были церковью. Игнатих, пошли им весточку хотя бы, письмецо. Давай, давай, не выдумывай где-то. Давайте. Ну давай, с Богом. С Богом.